Друзья, всем привет! Ну что, завершился у нас первый тур чемпионата России по футболу. И есть стойкое ощущение, что чемпион у нас уже известен. И, конечно же, я сейчас говорю о Зените, потому что, посмотрев матчи Локомотива, ЦСКА, Спартака, Краснодара, создается стойкое впечатление, что они просто нагло в услобея Зенита по игре, по комплектации, по трансферам, да почему угодно. Конечно, это банальное и неоригинальное утверждение у нас фактически перед началом каждого сезона, прошедшие прошлые годы. Об этом говорится и болельщиками, и специалистами, что де-факто Зенит уже чемпион у нас, и вряд ли кто ему помешает, собственно, завладеть титулом. Но, как мне кажется, именно в этом сезоне это вот настолько явно, по крайней мере, вот по первому туру, по первым матчам Зенита, я имею в виду матч на Суперкубок с Краснодаром, что, ну, это просто очевидный факт. Ну, посудите сами, вот, ну, Локомотив, да, играет с Акроном, да, побеждает его, ну, вы видели его игру. Но там более ничейные результаты. Это новичок премьер-лиги, который приехал в Москву и, нисколько не стушевавшись, играет с Локомотивом, и чуть ли не обыгрывает его, ну, какой, какой нахрен Локомотив может претендовать на чемпионство? Что там у нас дальше? Ну, хорошо, вот, ЦСКА играли с Ростом, ну, не знаю, я посмотрю этот матч, ничья, конечно, там, но такое ощущение, что ты смотришь матч, не в обиду, конечно, будет сказано, команд первой лиги. Просто беготня, какая-то удар, ну, да, может, первый тур, может, еще разыграется, ну, мы-то делаем сейчас ощущения, делимся, вернее, ощущениями и впечатлениями именно о первом туре. Идем дальше по нашему чемпионскому списку. Оренбург-Спартак, собственно, счет 2-0, говорит сам за себя, счет полностью по делу, и глядя на игру Спартака, вернее, на ее отсутствие, ты понимаешь, что, ну, никаким там чемпионством и не пахнет. Спартаку бы разобраться с текущими проблемами и, дай бог бы, тоже, там, занять место в первой пятерке. Что, собственно, можно сказать о Краснодаре? Да, Краснодар сыграл получше, но ни о какой чемпионской игре у Краснодара речи быть не может, но просто ее нет, ты ее просто не видишь, и это, собственно, и доказал матч на Суперкубок между Краснодаром и Зенитом, где Зенит просто, ну, в первом тайме размазал Краснодар по стенке, по-другому, наверное, сказать не могу. Плюс у Краснодара есть объективная причина, ушел Сафона в основной вратарь, и это явно ослабило команду. По слухам сейчас Кардоба не хочет возвращаться. Если он все-таки не вернется, то при всем уважении к Смолову, но в силу своего возраста тащить атаку Краснодара весь сезон он явно не сможет. В общем, вот такая вот незавидная у нас череда команд, да, которые, как бы, по идее, должны были бы, по факту, да, бороться за чемпионство, по крайней мере, анонсировать это. Ну, понятно, что вряд ли там какой-то из этих клубов скажет, что у нас задача там попасть в пятерку просто. Ну, потому что, собственно, это лидеры нашего чемпионата. Но ты смотришь на ихнюю игру и понимаешь, что конкурентов в Зениту нет. Конечно, вынужден еще раз оговориться, что это только вот первое впечатление по первым матчам чемпионата. Впереди еще очень много матчей, фактически весь чемпионат и все может поменяться. Но у меня вот такое стойкое впечатление, что главный соперник Зенита это сам Зенит. Только если вот он сам себе создаст какие-то сложности, у других появятся шансы на чемпионство. Собственно, как это и было в прошлом сезоне, Зенит только вот делал все возможное и невозможное, чтобы там Краснодар или Динамо стало чемпионом. Но они не смогли, все выравнив причины. И вот со всеми невзгодами, со всеми неурядицами, со всей этой плохой игрой, скажем мягко, Зенит все равно стал чемпионом. Ну и, конечно, стоит немножко сказать о виновнике торжества Зените. Они очень мощно начали этот сезон, собственно, по 4 гола Краснодару на Суперкубок и крыльцосоветам в первом туре говорят сами за себя. Ко двору у них очень пришелся Латышонок, но просто на глаз видно, что он явно сильнее при всем уважении Киржакова и Адамова. И вот то, что Зенит не пропустил ни одного мяча в Самаре, это, кажется, на мой взгляд, очень большая его заслуга. Ко двору пришелся и Глушенков. Кстати, я думал, что он так быстро не раскроется. Думаю, он постепенно будет подходить к лидерам Зенита, да, постепенно вписываться в состав. А он бах и взял с места в карьер, забил по каждому матче по 2 гола уже, вот за 2 матча 4 гола, отличнейший результат. И я лично очень рад за него. Ну, к чему это все говорю? О том, что вот на фоне вот тех игр, которые мы только что вот с вами обсуждали, Зенит смотрится просто, ну, нравится-то кому-то, не нравится. Просто нагло вы сильнее сейчас других конкурентов. Да, повторюсь, третий раз, что может все измениться. Но, тем не менее, вот такие впечатления складываются именно сейчас, что конкурентов у Зенита нет. И здесь я сразу хочу сказать, что мне это не нравится. Наверное, вы думаете, что я вот болею за Зенит, и вот так распинаюсь за него, хвалю его. Да, Зенит молодцы. Естественно, это нравится их болельщикам, но, на мой взгляд, это вредит российскому футболу, когда у нас одна команда, и, ну, как бы есть одна команда, есть все остальные, да. Да, было бы очень прекрасно, если бы не Зенит, скажем так, опустился до уровня всех вот этих там наших других лидеров чемпионата. Если бы, ну, две, три, четыре команды подтянулись до уровня Зенита, составили ему реальную конкуренцию, и насколько бы тогда вырос наш чемпионат, насколько бы было бы интересно смотреть, собственно, матчи нашей премьер-лиги. К сожалению, как мы видим, этого не происходит. У каждых команд, из которых я назвал ЦСКА, Краснодар, Вакомотив, свои проблемы, свои неурядицы какие-то. Кстати, я забыл еще Динамо, они обыграли Факео, но я, честно говоря, не смотрел этот матч. Ну, здесь уж точно по одному матчу судить не стоит. Факео просто явный аутсайдер, и обыграть дома его, ну, наверное, любой коллектив из первых пяти мест спокойно, я думаю, обыграл бы. В общем, вот такие безрадостные впечатления от первых матчей чемпионата России по футболу, и повторюсь уже в сотый раз, наверное, на данный момент конкурентов Зениту я не вижу. Буду рад ошибиться, буду рад признать свою ошибку, если там через какое-то время все-таки нарисуется конкурент Зениту. Какой-то из этих команд, которые мы сейчас разбирали, а может быть у другой, наладится игра, начнет она набирать очки, и в итоге она создаст реальную конкуренцию Зениту за чемпионство. А может быть и выиграет чемпионат, я буду только безумно рад, и не потому что я там против Зенита, а потому что, ну, собственно, гегемония одного клуба, как мне кажется, вредит футболу, вредит нашему чемпионату. И если Зенит кто-то все-таки сможет подвинуть с пьедестала, это пойдет только на пользу нашему футболу. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, будет интересно почитать ваше мнение, согласны вы со мной или не согласны. Ну, а на сегодня все, скоро увидимся, всем пока!